Привет, друзья! С вами Орех, и это очередной выпуск видеоподкаста на просторах GameLand.ru. Сегодня в программе! Все страхи в одном месте. Некровижн. Вампирские войны. Рэчет энд Клэнк. Вспомнить все. Талкер. Чистое небо. Возвращение в реакцию. Компания Spark Unlimited, известная по игре Call of Duty, представила свой новый проект Legendary The Box. И в этот раз никакой второй мировой, только жесткая фантастика. Все начинается с того, что классический воришка Декард похищает из музея Нью-Йорка знаменитый ящик Пандоры. К несчастью, Декард страдает любопытством, так что наш мир быстро наполняет мифические создания. Монстры и демоны из параллельной вселенной. Драконы против вертолетов, оборотни против танков и демоны против пехоты. Вот основные идеи разработчиков проекта. Игра выйдет весной 2008 года в версиях для PlayStation 3, Xbox 360 и PC. За разработкой новой игры The Blob стоит история игровой Золушки и хитрого Карабаски-Барабаски из большой компании. Девять студентов школы искусств Нидерландов, свободное от учебы и развлечений время, придумали бесплатную, но очень увлекательную игру The Blob. Проект получил звание Internet Game of the Year от британского журнала Edge и еще несколько наград на независимых фестивалях. Потом разработчиков купила THQ и на свет появилась история о черно-белой планете, которую раскрашивают во все цвета радуги шары-хулиганы. Смешно как кролики и тоже в эксклюзивной версии для V. Голливуд и игровая индустрия уже давно стремятся друг к другу в поисках новых идей. Сообщения о совместных проектах популярного голливудского режиссера Стивена Спилберга и Electronic Arts появились еще в прошлом году, и только на прошедшей E3 мастер большого экрана представил первую разработку — казуальную головоломку The Blocks. Игра предлагает строить сооружения из кубиков, которые подвержены физическому воздействию. Выглядит свежо, оригинально, но выйдет только в версии для V. Следующую новость можно считать одной из двух сенсаций минувшей недели. Старший вице-президент по разработкам Blizzard Фрэнк Пирс официально объявил о том, что студия работает над еще одним неназванным проектом. «У нас более 2700 сотрудников по всему миру», — отметил Пирс. «Большая часть занимается поддержкой World of Warcraft. Непосредственно разработкой занимается лишь около 350 человек. WoW отнимает 135 человек, 40 заняты в StarCraft 2, и еще 40 трудятся в третьей команде». По словам Фрэнка, новый проект обязательно всем понравится. Неужели Diablo 3? А вот и вторая сенсация. Компания ID Software официально объявила об отказе от PC как основной платформы при производстве новых игр, технологий и графических прототипов. «Создавая кроссплатформенные проекты, специалисты легендарной студии будут в первую очередь ориентироваться на разработку подприставки. Мы были так сфокусированы на разработке для PC, что не могли въехать в управление Xbox 360», — отметил представитель компании. «Чтобы решить ситуацию, нам пришлось установить консольные геймпады на все наши PC. Основная причина такого решения — высокий уровень пиратства в PC-сфере». А теперь от новостей перейдем к свежайшим игровым проектам. Прошедшая E3 подарила нам еще один проект Fear Files — специальная версия Fear на Xbox 360, которая будет включать Fear Extraction Point и Fear Perseus Mandate. Если первое дополнение вышло давным-давно и о нем уже много всего сказано, то Fear Perseus Mandate представляет определенный интерес. Сюжет игры происходит одновременно вместе с событиями первых двух игр. Главный герой обладает похожими физическими способностями и возможностями. Правда, на этот раз у команды Fear появятся конкуренты — наемники, также стремящиеся разгадать секреты технологической корпорации Armahan. Большая часть действия Perseus Mandate будет проходить в городских подземельях. Разработчики обещают не только крупные сражения, но и еще более агрессивный искусственный интеллект. Ожидается шесть новых видов вооружения, включая гвоздомет. Полезной окажется и винтовка с инфракрасным дисплеем, которая позволит увидеть противника сквозь плотную завесу дыма. Кстати, Fear Perseus Mandate выйдет и как отдельное дополнение на PC. Другой шутер Necrovision пришел на PC из Польши. Разработчики из The Farm 51 возвращают нас во времена Первой мировой, где кроме обычных солдат из окопов на солнечный свет лезет всякая нечисть. Впрочем, на нашей стороне сражаются тоже не юные Барби. Союзниками главного героя в этой неравной битве выступают, как ни странно, вампиры, которые без вашего участия справиться с подземными монстрами никак не могут. Методы уничтожения врагов до крайности разнообразны. В борьбе с нежитью можно использовать окружение, могущественные артефакты, технологии вампиров и вооружение, соответствующее временам Первой мировой войны. Главная фишка игры — высокая интерактивность окружения и неповторимый дизайн, который по многим причинам напоминает произведение Говарда Лавкрафта. В России игру издает компания 1С, но дата выхода до сих пор остается неизвестной. Возвращение Ratchet & Clank ждали долго и с особой надеждой. Лучшая приключенческая аркада для PlayStation 2 просто не имела права разочаровать в новой обертке на PlayStation 3. Insomniac Games представила Ratchet & Clank Tools of Destruction, и фанаты вздохнули с облегчением. После спасения бесчисленных планет от коварных злодеев, Ratchet мог вполне рассчитывать на заслуженный отдых, но его планам не суждено было сбыться. И проблема на этот раз в прошлом главного героя. В биографии Ratchet заинтересовался очередной злодей, который натравил на него и Clank'а бесчисленную армию страшных существ. Героям приходится бежать из родной галактики на личном крейсере Императора и всерьез озаботиться ее дальнейшей судьбой и собственным прошлым. Главная фишка игры — это бесчисленное количество гаджетов и типов вооружения. Уже известно о пушке, которая стреляет маленькими торнадо, и трансформере, который превращает противников в пингвинов. Выход игры в эксклюзивной версии для PlayStation 3 запланирован на осень 2007 года. Ну что, не ждали? Компания GSC анонсировала нового Сталкера. Сталкер «Чистое небо» — это предыстория оригинала, события которой происходят за год до сюжетной линии первой игры. Группе Сталкеров впервые удается подобраться к Чернобыльской АЭС. Их действия провоцируют катаклизм, и только чудом удается избежать катастрофы. Большую часть территории Сталкер «Чистое небо» составят новые локации — Рыжий лес, Лиманск, Подземелье Припяти. А знакомые по оригинальной игре уровни будут сильно изменены. Сценаристы объясняют это тем, что огромный выброс аномальной энергии сильно преобразовал зону. Центральный конфликт в игре — ожесточенные бои за ключевые точки в изменившейся зоне между группировками Сталкеров. Игроку предстоит присоединиться к одной из восьми фракций и предопределить исход начавшейся войны. В Сталкер «Чистое небо» появятся новые монстры, аномалии и артефакты. Будут реализованы транспортные средства, а оружие и броню станет возможно чинить. Разработчики планируют внести и технологические изменения в игру. Например, серьезным образом будет улучшена анимация и физическая модель, а также реализована поддержка DirectX 10. Выход Сталкер «Чистое небо» намечен на весну 2008 года. А на этом у нас все. До встречи в новых выпусках видеоподкаста на просторах GameLand.ru. Пока! Ну, Саш, надо было написать. Редактировать у нас по фактологии Миша в этот раз. Плагиат сняли. Черт, компроматоплагиат. Компромат, вернее, да.